Я говорю вам сейчас о том, что надо научиться быть выше того, что происходит вокруг. Это ключевой момент победы над судьбой, ключевой момент. Это не значит стать сектантом, дикарем, неуважающим страну, культуру, людей. Понимаете, не в эту сторону надо, потому что в эту сторону тоже много отшибленных. Понимаете, я говорю, не в эту сторону надо. Надо в сторону понимания высшего смысла жизни, изучать его, и он соткан из определенных аспектов, без которых человек прожить не может. Вот, допустим, некоторые люди изучают высший смысл жизни, но изучают очень ограниченно. Они смотрят в самом высшем проявлении, допустим, молятся, ходят в храм с толстыми животами и болеют постоянно, постоянно чувствуют страдания какие-то, и они говорят, да это нормально, все страдают. Нет, это не нормально. Причина этих страданий заключается в том, что есть другие аспекты отношений с Богом. И этот аспект означает, что человек должен совершать аскезы в отношениях с этим миром, с этой природой для того, чтобы поддерживать здоровый дух в здоровом теле, а не в больном. Потому что если тело больное, оно ломает человека, даже духовно развитого. Ломает на что? На вредные привычки. Напряжение может привести к тому, что человек спивается, даже духовно развитый, у него срывы происходят. Понимаете, эти срывы, это не означает, он грешник, это означает неправильный образ жизни. Потому что с точки зрения медицины, если смотреть, вот взять человек, допустим, жил-жил праведной жизнью, потом бац и начал пить. Причина напряжения. Он хороший человек, понимаете? Он хороший, он не хотел пить, он Богу молится каждый день. Почему он сорвался? Потому что он неправильно живет. То есть нужно делать то, что он снимает напряжение, потому что старость, надо бороться с ней. Так устроена жизнь. Понимаете, я сейчас говорю о крайностях. Вот смотрите, человек духовно развивается, он отреченный вообще, он как бы, он не хочет никакого, ничего материального всего. Он каждый день молится, но он раз и срыв произошел. Почему? Потому что неправильный образ жизни. Нужно снимать напряжение, иначе она тебя покалечит твою духовную жизнь. И не потому что ты грешник, а потому что ты неправильно живешь. Понимаете, да? Некоторые люди думают, что они могут справиться с болью. Никто не может справиться с болью. Надо просто убрать из своей жизни. Или, допустим, второй вариант. Человек очень сердечный, он всех любит, всех уважает. Вообще, как с людьми, просто супер. Вообще, классный человек. Но в храм не ходит, духовной практикой не занимается. Результат? Какой? Ограниченность. Тут человек не понимает, зачем он живет. Высшего смысла жизни нет знания. Смотрите, один вариант ограниченности. Человек знает, зачем он живет. Он понимает высший смысл жизни, но срывается. Почему? Потому что он не знает, что это тело надо поддерживать в здоровом состоянии с помощью природы, не с помощью прогревания, не с помощью массажей, не с помощью гербалайф, не с помощью витаминов, не с помощью клизм, очистительных мероприятий, не с помощью рвотных, не с помощью пиявок, не с помощью иглоукалывания, не с помощью телесных всяких этих практик, не с помощью гипноза, не с помощью психотерапии, а с помощью природы. Потому что Бог человеку дал природу для здоровья. И вы знаете, что если яблочко выросло без химии, оно полезное. А если химия означает, что человек вмешался, значит уже не такое полезное, хотя все равно полезное. Потому что некоторые думают, что если с химией выращено, это уже не яблочко все, есть не надо, а что есть-то будете тогда? Все с химией выращено. Или если, допустим, в воде чуть-чуть есть химии, то эта вода не полезная. Вот у меня прямо возле дома течет ручей, и в этот ручей все сливают канализацию свою. Ну кому не лень. Ну как бы не то, что я вот сижу в ручее, там какашки мимо меня проплывают. Такого нет так, я не видел ни разу такого, что было. Понимаете, там он вот такой вот мелкий, но там есть заводи, где можно прямо сидеть. Я туда захожу, сажусь, там рыбки, они меня уже знают, они меня сразу, как я прихожу, начинают сразу со мной общаться, меня пощипывать со всех сторон. Других так нет, потому что они чувствуют, кто свой, кто чужой. Боятся. Ну ко мне тоже привыкали, вот так я каждый день хожу. Понимаете, в этом ручье я получаю колоссальное количество здоровья. Он не такой чистый, как бы хотелось, но за чистым надо ехать час. Час езды, час вибрации, это хуже, чем садиться в этот ручей. Ну я, вы даже не представляете, что этот ручей, он моментально все очищает, что мы туда сбросили. Если бы там нельзя было сидеть, там не было бы и рыбок, запомните. Понимаете, там вот все дышит природа, я сижу, я чувствую природу, но многие не ходят, потому что говорят, ну это грязно, надо в чистое место ехать. А можно цветочки так поставить, чтобы я вот девушку видел. Переставьте их чуть-чуть подальше, вот сюда вот, то я как бы пришел на девушку посмотреть, а там тогда другую девушку не вижу, вот сюда. Вы зайдите, зайдите. Поймите такую вещь, я сейчас о чем вам говорю. Я перешагну через это знание, что ручей, ну не чистый. Он чистый, понимаете, это факт. Потому что мы способность природы очищать что-то не знаем. Есть химическая грязь, а есть энергетическая, понимаете. Река не может нести в себе энергетическую грязь, понимаете. Земля очищает реку моментально, в земле столько здоровья, столько силы. Десять метров река протекла, энергетически она стала чистой. Поверьте мне, это так. И когда я там сижу, я столько силы получаю, столько здоровья. Один человек ко мне подходит и говорит, это грязно, здесь нельзя сидеть. Я говорю, ты рыбу здесь ловишь? Он говорит, да, ловлю. Я говорю, так не надо здесь ловить, это грязно. Он говорит, это другой вопрос. Это тот же самый вопрос. Я же не внутрь эту воду пью, а ты его внутрь ешь, эту рыбу грязную. Рыба нормальная. Итак, воду эту в реке внутрь пить не надо. Но сидеть там можно, потому что та, она наполнена энергией природы. Понимаете, солнце, земля, деревья очищают воду очень быстро. Буквально одна ночь, и она чиста. Я когда залез в ваш этот канал, или как там называется, я почувствовал эту чистоту. А вы чистоту своего города знаете. Я там посидел, я просто обалдел отчасти. Я почувствовал, так здорово. Такая вода, она дала мне силы жить. Мне далеко не надо идти, если ты поменял что-то в своей башке. Понимаете, каждое дерево дает здоровье. Вот у вас есть немножко деревьев возле дома, научитесь стоять возле деревьев, вы узнаете, что такое сила. Я говорю вам сейчас о изменении парадигмы внутренней. Понимаете, не надо много сильно что-то там изобретать для того, чтобы быть сильным человеком. Первое правило. Напевать песенку свою. У каждого человека есть песенка своя. У вас есть знания о вашей победе в жизни. Каждый человек в жизни побеждал. Напевайте всегда песенку свою. Никогда не соглашайтесь с тем, что вы проиграли эту жизнь. Не соглашайтесь. Это подвох. Всегда напевайте песенку свою. Второе правило. Знайте, что если вы напряжены, у вас тяжелая жизнь, вам не хватает контакта с природой. С природой, чтобы контактировать, нужна аскеза, нужно длительное движение, нужен контакт с холодной водой, нужен пост. Понимаете? Это второе правило. Если у вас нет сил, у вас нет энергии, вы болеете, значит нет контакта с природой. Это второе правило. И третье правило для побед над судьбой. В этом мире возможность достичь всего, что есть в этом мире, достичь всего. Возможность эту дают только люди, которые вас окружают. Вкладывайтесь в них. Если вы не замужем, нет работы, если у вас нет друзей, одинокая жизнь, вы чувствуете себя несчастно, есть только одна причина. И причина заключается в том, что вы мало вкладываетесь в людей. Поэтому мы создали клубы Благость. Зачем нужен этот клуб Благость? Вот посмотрите, какие они хорошие, там раздают вам шарики. Вы что думаете за люди? Это такие же, как вы. Просто они выбрали другую жизнь. Они берут, собираются вместе и потом добрые дела. Вот как знает Тимур и его команда. Бабушка приходит, бац! Кто помог, непонятно. Все стало по-другому в доме. Ходила там на пару часов. Я говорю о том, что человек должен вкладываться в людей. Результат придет незамедлительно. Все ваши неудачи в жизни означают нехватка энергии. Запомните, победа над судьбой означает только две вещи. Первая вещь – это знание. Знание что делает? Направляет жизнь человек. Это как компас. Нужен компас, понимаете? Это знание. Знание не побеждает судьбу. Оно направляет жизни в то русло, где победа. Неправильная направленность жизни означает нехватает знания, больше ничего не означает. Если вы погружены сильно в свои заботы, не можете помолиться, нет времени. Это значит, что вас не хватает знания, означает картинки правильной внутри, которая бы вас за собой повела. Потому что счастье – это то, ради человека живет. Точно так же, как цветочек будет расти только к солнцу. Или, если нет солнца, к любому другому свету. Потому что свет – это и есть картинка, ради которой цветочек живет. Любая травинка, понимаете? Она тянется к счастью в виде солнца. Точно так же человек тянется к памяти, которую он имеет с самого детства, о том, что у него должно быть в жизни. Эта память ведет его за собой. Эта память означает, что мы это уже имели. Но знайте, что это внешнее. А правильно эту картинку со временем поменять на настоящую. Потому что только чувство по отношению к Богу, который человек очень сильно испытывает, чувство Бога, отношение с Ним, чистота в сердце, миссия от Него, наполненность жизни для Него, люди от Него, цель жизни от Него является правильной картинкой. Если вы, допустим, знаете, что это правильно жить, но картинка внутри все равно своя – это нормально. Потому что поменять веру или ощущение, что такое счастье – непросто. Я, допустим, знаю много верующих людей, которые разрушают свою семью. Если спросить их, почему они это сделали, ответ только один – картинка-то никуда не делась. И человек хочет того, чего он хочет. А в его вот этих отношениях, против верующих людей, этого не получается. Это значит, что вера, которую человек имеет в своем сердце к Богу, еще очень слаба, чтобы удержать его от глупости, которую ему хочется совершить. Из-за того опыта, который он получил с прошлого и получил колоссальным образом. Каждый человек имеет это очень сильное желание быть счастливым и от него никуда не деться. Оно будет нас мучить. Но надо просто знать, что это не до конца неправильно сформированное представление о будущем. Понимаете, правильно сформированное представление о будущем – как понять, что у меня правильно сформировано? Первое – я не беспокоюсь от тех картинок, которые приходят в мою жизнь. Они приходят. У меня есть жена. И я увидел девушку лучше, как мне кажется. Вот как бы на мечта пришла. Мечта, да? Ну, если честно, есть жена. Увидишь ты девушку лучше или нет? Если есть жена, увидишь или не увидишь? Увидишь, конечно! Но если ты идешь правильным путем в жизни, это тебя не смутит. А нам все равно, а нам все равно. Понимаете, то есть не смутит, почему? Потому что ты знаешь, что есть что-то более ценное, чем вот это. Или, допустим, если у тебя есть муж. Увидишь ты мужчину лучше, чем твой муж, который лучше соответствует картинке. Олег Геннадьевич, я увижу, я увижу Олег Геннадьевич. Конечно, увидите. Слава Богу. Но это не то, ради чего вы живете. Только когда человека не смущают те радости, которые нахлынувают его в жизни. И не уводит его с правильного пути. Когда он спокойно воспринимает радости и печали. И все время напевает песенку свою. И все время настроен на то, чтобы идти к Богу. Только тогда этот человек следует считать, что он обладает знанием. И его цель жизни будет успешной. Он пройдет успешную жизнь. Успешная жизнь не означает, как бы, пальцы веером и подводная лодка за рубежом. Понимаете? Это не успешная жизнь, это глупая жизнь. Успешная жизнь означает, что ты по-настоящему понял, для чего человек должен жить. По-настоящему, глубоко. Тогда, как это определить, что ты понял? Приходящие радости, которые будут приходить тебе в жизни. Ты не променяешь на то, что хочет Бог. Ты говоришь, а что от меня Бог-то хочет? Вот разберитесь. Вот Бог дал мужа, он, как бы, это случайность или нет? Или жену? Но если муж случайность, дети тоже случайность. Дети не случайность, муж случайность. Так не бывает. Мы часто, как бы, ну, неблагодарны по отношению к тому, что мы, как бы, ну, как бы, увидели. Знаете, если, ну, что имеем в жизни. Допустим, если взять, вот, немножко пофантазировать, да? Человек иногда в туалете сидит такой, фу, какая гадость вообще. Представьте, эта гадость, как бы, начинает разговаривать. И говорит, слушай, вообще-то я была вкусной и полезной пищей, но при контакте с тобой, при отношениях, взаимоотношениях с тобой, что получилось, то получилось. Поэтому вы на муж это на своем не сильно, ты, как бы, не факт, я тебя ненавижу, ты... Это при контакте с тобой. А так он вообще-то вечная душа, чистая, светлая. Но при контакте с тобой. Поэтому первое правило, песенку напевать. Если у вас песенка замолчала сейчас в сердце, ну, кто-то пришел на лекцию, песенка не напивается. Вы думаете, я не знаю, зачем мне эта жизнь. Меня все предали, там, бросили. Песенка не напивается. Песенка закончилась, да, в сердце? Это значит, что вы сбились с пути. И такое в этом мире бывает. Можно сбиться с пути на много жизней. Никогда не позволяйте себе песенку забыть. Вашу песенку в вашем сердце. Песенка какая? Что все будет хорошо. Надо улыбнуться, надо продолжать идти своим путем. Не надо отчаяться, не надо поддаваться горечи, печали. Первое правило. Второе правило. Не думайте, что все, что вас окружает, это слишком большая истина. Если люди 200 лет назад не знали, что такое мобильный телефон, это не значит, что они были туземцами. Если люди 200 лет назад каждый день молились Богу постоянно и везде, это значит, что они были более образованы, чем мы. Если люди 200 лет назад занимались своим здоровьем и любили природу, это значит, что они были более образованы, чем мы. Если 200 лет назад люди больше общались друг с другом и дружили друг с другом больше. Если они здоровались при встрече в своем селе, они были более образованы, чем мы. Образование означает движение вперед, а не означает зашоренность на том, что ты увидел здесь, в этом мире. Эта зашоренность у всех разная. Пройдет 20 лет, поверьте мне, и зашоренность будет уже другая, не такая, как сейчас. То, что сейчас мы как бы считаем круто, это будет смешно для них через 20 лет. Через 30 лет люди уже будут летать над дорогами, а не на дорогах. Уже машины будут на воздухе летать через 30 лет. Всего через 30 лет уже по воздуху машины будут летать, понимаете? Жизнь будет совсем другой. Но это не значит, что она будет лучше. Лучше это, когда человек ближе к Богу, потому что это тоже все пройдет. Но вот это не пройдет. То, что я вам сказал. Человек должен стремиться к вечному и к вечности. Если он в своей жизни верность почувствовал, верность никогда не оставит его в жизни. Если он доброту почувствовал, доброта не оставит его в жизни. Если он природу почувствовал, а почувствовать ее непросто. Вот если вы мне говорите, Олег Геннадж, я болею. Вы не чувствуете природу. Тот человек, который любит и чувствует природу, он не может быть больным. Это точно так же, как сытый человек не может быть голодным. Если вы любите людей, вы не можете быть одиноким, вы не можете остаться без работы, вы не можете чувствовать себя нереализованным в жизни. Если вы любите людей, понимаете, вот это и есть победа над судьбой. Понимание высшей цели жизни раз, жизнь для людей два, любовь к природе три. Три вещи, которые человек должен усвоить как арифметику в жизни. И он не должен бояться ничего на этом пути. Если кто-то видит, что вы смешной человек, не обращать внимания, он просто туп для того, чтобы увидеть вашу глубину и все. А тупые люди, хорошие люди. Просто они на этом этапе развития. Если собачка не понимает вас, не значит, что она плохая. Она на таком этапе развития находится. Не надо тупость людей воспринимать как истину. Истина выше этого, потому что человек должен стремиться к тому, что останется с ним навсегда. А все, что здесь он видит, это временно. Наши родственники, это временно, но это надо. Они нужны для того, чтобы мы долг перед Богом выполняли. И они нам нужны для того, чтобы мы постигали человеческую душу, потому что только через других мы познаем себя. Если мы не будем никому служить, мы себя не узнаем. В эгоистическом сердце нет глубины. Природа нужна для того, чтобы понять замысел Бога и его чистоту. Земля сильнее нашей грязи. Дерево сильнее нашей грязи. Яблоко сильнее нашей грязи, которую мы во все это запихиваем. Не надо думать, что все это отравлено, здесь жить невозможно. На что настроен, то и получишь. Так устроен. Настроен на чистоту реки, получишь чистоту. Настроен на грязь, получишь грязь. Допустим, человек бегать начал, он верит, что это его спасет. Коленка заболела, он продолжает бежать, пока не пройдет. Значит, он вылечит коленку. Когда заболела, он встал, остановился, значит, этот бег разрушит его здоровье. В тот момент, когда человек пугается того, что у него что-то заболело во время бега, это означает, что это ему повредит. А если человек преодолел этот страх и дальше верит в движение, в природу, тогда все пройдет и наступит здоровье. Понятна система? Напевайте песенку свою, служите людям и контактируйте с природой. Основа правильной жизни. Итак, три вещи, которые нужно оставить в своей жизни. Первое. Сильная привязанность к тому, что здесь происходит. Обо мне думают так, меня оценивают так, я боюсь этого, у меня какие-то страхи. Мы очень сильно привязаны к временному. Это все наша жизнь, это факт. Но точно так же, как я в школу ходил вокруг своей школы и понял, что это только в моей памяти осталось. Все, что я сейчас вижу, ну как бы понимаю под своей школой. Это есть, это было все, это не иллюзия, это было. Но это прошлое. Понимаете, точно так же, то, что сейчас с вами происходит, это будет тоже для вас прошлое. Означает, прошлое означает только одну вещь, не так важно. Но есть вещи, которые никогда не станут прошлым. Вот если вы перед мужем верность сохранили, это прошлое никогда не станет. Это всегда будет настоящим для вас. Если вы научились быть добрыми к людьми, означает, не важно, как они настроены, они все хорошие. Не важно, Россия это или Запад. Не важно, что между нами происходит, все люди хорошие. Если мы доброту в сердце своем оставили, это навсегда. Это никогда не пройдет. Если человек научился правильно с этим мирным взаимоотношениям строить, и научился быть здоровым, поддерживать здоровое, свою жизнь, и как бы здоровеньким помирает, так надо умирать. Говорят же, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Все помрут в этом мире. Помирать надо здоровеньким. Надо прожить полностью свою жизнь и помирить здоровеньким. В ясном сознании уходите из жизни. Тогда в следующей жизни вы это запомните и будете жить в следующей жизни точно так же. Кто бы вам что ни говорил. Это называется знание. Знание это то, что не проходит никогда, из сердца не выходит, никто не может выветрить. И знание всегда приносит счастье, счастье, счастье человеку. Настоящее знание. Есть картинка, когда мы награду получали какие-то подарки. Все люди на земле стремятся только к подаркам. Это иллюзия. Вот я хочу, вот то, что в сердце, я хочу того, хочу сего. Почему у меня этого нет в жизни? Это все иллюзия. Это не значит, что этого не будет никогда. Отвергните сейчас это все ради правильных вещей. Эти правильные вещи наполнят сердце. Не волнуйтесь, сердце не будет пустым. Некоторые говорят, вы входите в храм, вы лишаете себя счастья в жизни. Что вы себя ограничиваете? Надо как бы и в храм ходить, и выпить чуть-чуть. И как бы мы же, ну как бы должны жить, не надо себя ограничивать. Ну чуть-чуть жене изменил, чуть-чуть выпил, и чуть-чуть в храм сходил. Ну как бы всего должно быть достаточно в жизни. Потому что жизнь же одна, мы же должны наполнить свою жизнь качеством. Не бывает в такой жизни. Или туда, или туда. Или вверх, или вниз. Если чуть-чуть, значит вниз, чуть-чуть вниз. Но чуть-чуть вверх не бывает. Со всей силы вверх только бывает. Сколько есть сил, иди вверх. Если срываешь, ничего страшного вообще. Вот человек идет вверх, раз спился, а вообще ничего страшного. Чуть-чуть. Ну чуть-чуть как бы бросил жену. Но он идет правильным путем, ну как бы бросил жену. Говорит, Олег Геннадьевич, ну я не хотел, так получилось. Честно. Ну понравилась мне вот другая, я пошел к ней. Я говорю, ну он говорит, Олег Геннадьевич, честно, давайте честно. Вот мне понравилось, я не смог. Честно, каюсь как бы, но не смог. Я говорю, честно? Честно. Честно заключается в том, что ты даже не знаешь, не представляешь. Какой пиндаль ты получишь от Бога. Но если честно, то ты этому пиндалю будешь рад. Вот это честно. Сделал глупость, получил пиндаль. Плохая, она косит нас. Мы не можем идти. Главный первый признак того, что действует плохая судьба, у человека парализуется воля, вера. И возникает в сердце ощущение, ничего не получится. Так действует судьба. Человек не должен стоять. Судьба подействовала, иди. Куда иди? Там, где побеждают судьбу. Молиться и кланяться, учиться, каяться. Понимаете? Ну, то есть человек должен встать, когда судьба действует на нее. Она действует не для того, чтобы нас сломать. Она действует для того, чтобы нас закалить. И судьбе нравится, когда мы действуем правильно. Она отступает от нас, видя, что мы идем правильным путем. Вставайте, судьба отступит от вас. Она живая. Она действующая, живая. Если вы идете, действуете, встаете, вы не поддаетесь. Ей это нравится. Она не злая, она добрая. Просто она хочет, чтобы мы стали сильными. Есть женская сила, это любовь. Есть мужская сила, это воля. Каждый человек идет своим путем в жизни. Женщина должна идти путем любви. Это ее сила. Она должна всех прощать, всех любить, быть верной. Оставаться там, где она есть. Заботиться обо всех. Это ее путь. Это ее сила. Это очень сильный путь. Некоторые женщины думают, это слабый путь. Надо быть волевой. Там закаляться. Путь мужчины выбирают. Ну то есть все имеют тело. Женщина тоже имеет тело. Поэтому ей придется двигаться. Какая бы она ни была, вот красивая, придется все равно двигаться. Иначе будешь болеть. У тебя тело-то человеческое. Без движения невозможно. Понятно? Но если женщина только вот этим занимается, она не поняла, что она в женском теле находится, она любви нет, в отношениях нет, она целый день бегает, прыгает, детям ничего не готовит, мужа не любит. Ну значит тогда она проиграла в этой жизни. Не ее путь. Не своим путем идет. Не соответствуешь своему телу. Понимаете? Птица должна летать, а рыба плавать в воде, женщина должна любить. Что Бог дал, тот человек и должен нести в своей жизни. Мужчина должен стать сильным волевым, преодолевать трудности, он должен быть аскетичным, сильным, двигаться, быть активным, трудиться. Это мужской путь. Через это мужчина побеждает судьбу. Он не может как девочка сидеть, любить всех. Мужское тело требует по-мужски жить. Даже если у тебя есть наклонности, там какие-то, ты поэт, там писатель, все равно тебе надо по-мужски жить. Ты мужчина, иди, бегай, прыгай, зарядку делай. Это тебя спасет. Если ты этого не делаешь, не будешь здоровым. Женщина, которая не любит всех, не заботится, не будет здоровой. Она будет в депресснике, и ее жизнь будет разрушена. То есть мы с вами взяли высший аспект жизни. И как бы мы с вами, еще раз повторяю вновь и вновь. Если судьба вас косила, идите туда, где молятся. И это спасет вас. Именно путь туда. Потому что так же, как растение, оно берет от солнца свет, так и человек берет от людей судьбу. Сидите в депресснике, от депрессника берете. Сидите с теми, кто молится, от них берете. Хотите победить судьбу, идите туда, где люди побеждают судьбу. И вы ее точно победите. Но если вы не пошли, вот это ваш выбор. Вы остались дома, это ваш выбор. Вы думаете, я по интернету посмотрю, это ваш выбор. Есть две вещи, есть знания. Знания можно получить по интернету. Силу нет. На лекцию пришли, получаете силу. Зачем люди на лекцию сходят? Я говорю на каждой лекции одно и то же. Я ничего новенького не сказал за те 7-8 лет, которые езжу в Питер. Ничего новенького не сказал. Зачем люди ходят на лекцию? Они получают силу не от меня. Здесь создается атмосфера, которая побеждает судьбу. Если я все делаю правильно, а я для этого сюда приезжаю, трясусь на самолет 3 часа. Для этой атмосферы. Ценность моя в этом. В этом смысл моей жизни. Вы скажете, Олег Геннадьевич уже большой зал, но большие деньги. Тоже. Деньги тоже. Хихи, потому что вы не поняли, о чем я говорю. Поэтому хихи. Эти деньги идут на духовные цели. И для меня это важно. Я хочу, чтобы деньги шли на эти духовные цели. Поэтому они мне нужны. Но на себя эти деньги я не трачу. Иначе было бы смешно жить. Говоря о таких серьезных вещах. Но деньги нужны. Иначе все загнется. Без денег нет жизни. Деньги нужны. Вопрос для чего? Это очень важный вопрос. Жизни каждого человека. Если человек считает, что деньги нужны мне, это один уровень жизни. А если он считает, что деньги нужны людям, которые у меня работают на моем производстве, это другой уровень жизни. Уровень жизни означает возможности. Понимаете? Я вам сейчас три уровня жизни рассказываю. И если человек считает, что деньги нужны на то, чтобы люди шли к Богу, это третий уровень жизни. Человек, который считает, что деньги нужны для того, чтобы люди шли к Богу, и туда все свои деньги отдает, этот человек не будет работать. Ему не надо поддерживать свою жизнь. Проверьте это. Узнайте об этом. Этот человек всегда будет иметь средства, необходимые ему для жизни в полной степени. Человек, который считает, что деньги нужны для того, чтобы поддерживать тех, кто у меня работает, этот человек никогда не будет бедным и будет при власти. Этот человек получит все, что необходимо для того, чтобы быть здесь главным на этой земле. И если человек думает, что деньги мне нужны для моего содержания, то он всегда будет нищим, сколько бы он ни зарабатывал. Запомнили, как важно понять эту вещь? Итак, все, что здесь происходит, это важно. Мы должны с этим совсем разобраться, как правильно. Теперь вы скажете, а я хочу перестать быть нищим. Что мне делать? Правило очень простое. Если вы хотите перестать быть нищим, это хорошая идея. Неплохая, хорошая идея. Кто такие лидеры в обществе? Это те, у которых желание посильнее, чем у всех остальных. Они заставляют их что-то делать, что-то менять в этой жизни. Все остальные в болоте сидят. Это хорошая идея. Если вы хотите быть богатыми, успешными, это хорошая идея. Только есть в этой идее два пути. Один путь – это упахиваться, упахиваться. Это тоже нормально, надо быть трудолюбивым. А второй путь – знание. Даже с точки зрения образования, образованные люди больше имеют возможностей в жизни. Все об этом знают, но есть разное образование. Есть такое образование, которое отвязывает от денег. Вот тот, допустим, человек, лидер в обществе, который реально понял, что ему деньги нужны для заботы, а его подчиненных будет успешным руководителем. Он будет богатым и успешным человеком в жизни. А если человек чуть-чуть это понял, то он будет просто руководителем. Но если человек этого совсем не понял, он даже руководителем быть не сможет. Вы понимаете, человек, который не понял, что деньги нужны для того, чтобы заботиться о людях, он не может быть лидером. И если он таким стал, это очень бременно для его судьбы. Судьба скосит его обязательно. И мы сейчас видим, как много людей садятся подумать о жизни, которые не выполняли свой долг лидера, будучи лидером. Приходит время, и они садятся подумать. Некоторые на всю жизнь садятся. Некоторые на несколько лет. И это не является случайностью и волей какого-то человека. Это является закономерностью жизни. Так описано в Священных Писаниях. Воспользовался неправильно доверием Бога. Получи наказание. Мы говорим об успехе, да? Есть два пути. Первый путь – это упахиваться. Это путь глупый. Работать надо, но не упахиваться. Нужно работать столько, сколько нужно для того, чтобы поддерживать себя. В остальное время нужно менять свое восприятие мира. Потому что есть другие способы получить то же самое, что ты имеешь. Один из способов я постоянно вам говорю, но все равно никто не понимает. Этот способ очень простой, но чаще всего люди не хотят идти этим путем. Этот способ называется уважение к старшим. Если ты уважаешь власть, власть дана Богом. Если ты уважаешь власть в том месте, где ты живешь, то это значит, что ты фактически сам за шкирку тянешь себя выше по социуму, по социальной лесенке. Уважение к старшим – это сила, которая тянет человека на другую должность, другую специальность, другое положение в обществе. Понимаете? Уважение к старшим просто. Но вы скажете, я хочу чего-то более высокого. Хорошо. Тогда не надо думать о том, что вы сильно хотите быть богатым. Не хотите уважать старших, положение в обществе не поменяется. Хотите чего-то более выше, есть более выше. Над старшими есть более старшие. Кто такие более старшие? Это святые люди. Есть руководство в стране. Если человек уважает руководство, он получает более высокое положение в обществе и получает легкие возможности для достижения тех целей, которые он себе поставил. Запомните, вы не перешагнете через это знание, если вы хотите иметь достаток. Не перешагнете. Это знание. Если в вашем сердце бунт, будете нищим. Потому что это закон Бога. Тот, кто хочет иметь деньги, эти деньги должны действовать в связи с общим замыслом этой страны. Если ты получаешь деньги, общий замысел не включился, значит эти деньги, они паразитируют на этой стране. Они не приносят ей пользы. Все богатство должно быть в одном звене. Потому что есть замысел по отношению к этой стране у Бога. И если ты хочешь денег, войди в этот замысел. И ты получишь все, что нужно, если ты квалифицирован этим правильно пользоваться для людей, а не для себя. Так устроен успех. Хочешь успеха, иди туда. Уважай власть, уважай законы, уважай культуру этой страны. Все это уважай, сразу пойдешь вверх. Сначала на тонком плане, потом на грубом. Если для тебя это пустая трата времени, а это нормально, тогда прими тот достаток, который у тебя есть. Согласись с этим и иди еще выше. Потому что над властью есть святость. Святость настоящая это то, что выше государства и выше законов страны. Святость не принадлежит никакому государству. Если вы придете к человеку, который реально верит в Бога, он не человек этой страны. Он не занимается политикой. Он не занимается тем, что как бы одних натравливает на других. Настоящий верующий человек всех любит. Он выше всего этого, что происходит здесь. Потому что вера в Бога означает вера в вечность. А все, что здесь происходит, ограничено временем. Хотите выше? Для вас как бы все, что здесь происходит, не слишком как бы нравственно и чисто? Хорошо. Вы попали в такое место, на землю. Здесь не все слишком нравственно и чисто, потому что нравственно и чисто, выше. Не нравится? Хорошо. Живите для Бога. Тогда согласитесь с тем достатком, который у вас есть. Но если вы начнете для Бога жить, Бог даст больше. Вы согласитесь? Вы как бы согласны? Вас уже ничего не парит, но Бог будет давать больше.